Борель предложил ИС приостановить диалог с Израилем из-за ситуации в Газе, Рейтерс. Высокий представитель Европейского союза Жозеп Борель предложил Блоку приостановить политический диалог с Израилем. Глава дипломатии ИС объясняет инициативу возможными нарушениями прав человека во время израильской военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает новость Украина со ссылкой на Рейтерс. Западные СМИ получили в свое распоряжение письмо, в котором говорится о предложении Бореля к ИС приостановить политический диалог с Израилем, ссылаясь на ситуацию с правами человека в секторе Газа. Кроме того, четыре дипломата подтвердили агентству Рейтерс данную информацию. Соответствующее письмо было направлено в среду министрам иностранных дел ИС перед их встречей в следующий понедельник. В документе Борель выразил серьезную обеспокоенность по поводу возможных нарушений международного гуманитарного права в Газе. Также глава европейской дипломатии заявил в письме, что в настоящее время эти проблемы не были должным образом рассмотрены Израилем. Отмечается, что политический диалог закреплен в более широком соглашении, открывающем новую вкладку в отношениях между ИС и Израилем, включая широкие торговые связи, вступившие в силу в июне 2000 года. В свете вышеупомянутых соображений я вношу предложение о том, чтобы ИС применил статью о правах человека, чтобы приостановить политический диалог с Израилем, цитирует Рейтерс слова Бореля в письме. Стоит обратить внимание, что приостановка такого диалога требует одобрения всех 27 стран Евросоюза, что, по мнению дипломатов, маловероятно. Кроме того, в публикации указывается, что несколько стран Блока выступили против, когда высокопоставленный чиновник ИС проинформировал послов в Брюсселе о данном предложении в среду, рассказали Рейтерс-3 дипломата на условии анонимности. По словам одного дипломата, предложение Бореля призвано послать сильный сигнал обеспокоенности поведением Израиля в войне. Инициатива Бореля будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ИС, последнему под его председательством перед истечением своего пятилетнего срока в этой должности. Доклад ООН по ситуации в Газе и реакции Израиля. По данным Управления Организации Объединенных Наций, по правам человека в заявлении на прошлой неделе, почти 70% погибших во время войны в секторе Газа были женщинами и детьми. Ведомство ООН осудило то, что оно назвало систематическим нарушением фундаментальных принципов международного гуманитарного права. В свою очередь в Израиле заявили, что категорически отвергают этот доклад. Израильские военные утверждают, что действуют согласно принципам различения и пропорциональности, и им предшествует тщательная оценка потенциального ущерба гражданскому населению. Напомним также, в начале ноября Израиль официально сообщил о запрете агентства ООН по делам палестинцев, Бапор действует с 1967 года из-за причастности к террору. Перед этим израильский парламент, Кнесет, принял закон, запрещающий деятельность Бапор на территории Израиля и Восточного Иерусалима. Это решение стало следствием длительных обвинений агентства ООН для помощи палестинским беженцам Анрва в содействии деятельности радикальных группировок, в частности Хамас. Нападение Хамас на Израиль и операция «Цахал» в Газе. Напомним, что в октябре 2023 года боевики Хамас совершили массированное нападение на Израиль. Они заняли несколько населенных пунктов, а также взяли в плен десятки гражданских и военных. Израиль в ответ приступил к наземной операции. Армия обороны Израиля «Цахал» не только освободила собственную территорию, но и начала боевые действия на территории сектора Газа. Операция продолжается. При этом в июне Израиль объявил о введении тактических пауз в наступлении в секторе Газа.